Девочки, чего вы молчите? Вам не интересно ничего? Да? Диана Донецкая. Яна Донецкая? Так. Я бы у вас хотела спросить такой вопрос. В начале вашего творческого пути рассказать о своих ошибках, о своих граблятах, которые вы упорно наступали, и о которых вы у нас, как молодые люди. Прости, не слышно ничего. Чего ты говоришь? Чего с речью-то у нас? Внятней, внятней. Говорю, могли бы вы рассказать о своих ошибках, на которые вы наступали упорно раз за разом, и о которых вы могли бы нас сейчас предостеречь? Ну, намекните мне, про какие ошибки, что вы имеете в виду. Вы на какие грабли наступили, Яна? Я уже постоянно на них прыгаю. Ну, постоянно на чем прыгаешь, объясни. Ну, у меня, к примеру, часто бывает, наоборот, излишняя уверенность в том, что я делаю. Я выхожу, начинаю это делать, и мне говорят, нет, 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 нет. А у тебя ощущение, что ты все знаешь, да, уже? Нет, нет, у меня просто все рушится, и я вот этот котенок сижу в углу и думаю, что же мне теперь заново строят. И вот у меня вот этот... Ты знаешь, это закон, да, вот закон, ну, репетиции же, ну, как, я не знаю, сколько у вас в театрах репетируют, но там, ну, в среднем, 3-5 месяцев, да? Так, я понимаю. Все, воржу. Месяц полтора-два. Месяц полтора-два? Да. А то и месяц. Ну, это вот, кстати, беда провинциального, не говорю никогда периферийный, ненавижу, провинциального театра, где вы должны, конечно, соответствовать городам, где вы работаете, и вы должны все время... Это завод, к сожалению, да, но в этом заводе тоже нет ничего дурного. Я понимаю, что нет времени на разгон, нет времени на такую более тщательную подготовку, нет времени на многое, на что способны столичные штучки. И что столичным штучкам, артистам, дано. Но у нас, конечно, несколько другая система, и дай бог вы доживете до того уровня, когда вы будете режиссором говорить, что я еще не готов еще в месяц. Хотя это все равно утопия, потому что даже у нас, когда стоит там премьера 25 января, и все будет гнаться под эту фигню, да? Но, естественно, у нас просто время разгон больше. Быть уверенной не так плохо, Ян. Просто надо домой приходить и говорить, так, Яночка, значит, давай по полочкам. В чем моя уверенность? Я это знаю? Ну так, примерно на ощупь, да, так идем? Да? Вот я об этом же. А ощупь может быть, твоя ощупь может быть проверена только опытным путем. И чем ты больше прости, чем ты больше будешь ошибаться и сидеть, как побитый зверек, тем будет лучше. Потому что это с тебя сбивает твою шелуху и достает из тебя то, что ты, в чем ты права. А это только путем пропа ошибок. Поверь мне, ничего другого нет. Ты можешь быть стопудово уверен, что ты делаешь хорошо. Это твой организм тебя обманывает. Сто процентов. Потому что вы все знаете этот закон. Ты думаешь, что ты играешь хорошо. Тебе коллега говорит, что ты творишь? Ты что творишь сегодня? Ты приходишь с температурой, ты больной, тебе плохо, тебе ни до чего. Партнеры говорят, ну ты сегодня дал. Объясняется все очень просто. Потому что ты больной, тебя не хватает на все плюсы, глупые и ненужные. Ты идешь точно, если у тебя все простроено, ты идешь точно по делу. Ты ничего лишнего не делаешь. Потому что организм не хочет. И ты, как ни странно, занимаешься, как все хорошие педагоги говорят, ты занимаешься делом. А когда ты здоровый, полные силы, все, у тебя хорошее настроение, ты как дал, блядь, и все. И все говорят, боже, что ты творишь? Ну что ты творишь, друг мой? А я все не играю. Что ты играешь? Что ты играешь? Что ты тут... Поэтому только я, вот только путем пропа ошибок. Это хорошо. Это шишки. Я за шишки. Я всегда за шишки. Нет, шишки помогают жить. Шишки... В моих ошибках было море. Море. Самое страшное, самое страшное, это твоя псевдоуверенность. Она должна быть на премьере. Вот тогда, это как все педагоги говорят одно и то же. Все. И режиссура говорит это. Вот тебя дрючили, простите меня, два месяца. Вот у тебя премьера. И все режиссура говорят, а теперь забудьте о том, что я вам говорил, и творите. Спасибо. Ну так всегда говорят, да, вот это вот. Все. Вот теперь забудьте, о чем мы говорили, и давайте, летите. А как лететь-то, когда тебя вот два месяца строгали, выстрогали какую-то фигурку, которая еще и ходить не умеет, не дышать не умеет, не говорить о нем. И все у нее, вроде как, все происходит на косноязычном. Я никогда не заводен на какие премьерные спектакли, потому что, понимаешь, надо звать там на 10-20-й. Когда уже ты там распрыгался, ты правильно задышал, ты правильно заходил, ты понял, где акценты, ты понял для себя организм, зритель поставил акценты, свои точки. Ты распределился, где дышать, где можно отдохнуть, где можно потянуть, где можно наоборот растянуть, где можно наоборот собраться. Это все проходит время. Мы сейчас маскарадный играли 4 месяца, и он совершенно по-другому полетел. Ну, для этого нужен был прогон спектакля перед спектаклем, но он совершенно по-другому пошел. Вдруг возникли какие-то, я не про себя говорю, но и про себя тоже, и про партнеров, вдруг возникли какие-то паузы, возникли какие-то оценки. Интересно, не просто вот, а бы я сегодня наиграл или сыграл. Нет, они точно по делу, потому что спектакль, спектакль загнан в такую... Я всегда вот за... В чем хорошая режиссура, да, вот опытная, хорошая такая вот, о том я говорил, советская режиссура была, что когда режиссер брался, то здесь был концепт, то есть никогда люди не приходили, говорили, а я хочу там Гамлет или Чехова. Уже здесь зрело какое-то, зачем я беру, ради чего я беру там дядю Ваню, что я хочу в дяде Ваню. И есть концепт у режиссера, есть концепт. С ним можно соглашаться, я сейчас не об этом говорю, с ним можно соглашаться, не соглашаться. Опять по своему опыту говорю, Андрей Сергеевич Кончиловский, который 25, да уже 30 лет назад снял дядю Ваню как кино с великими артистами, с великими Бондарчук, Ижи, Ижи, Зельдин, ну все, весь цвет актерства тогда он собрал. Через 30 лет, 25, тогда он решил возобновить натягу. Но у него концепт изменился. И когда ему задавали вопросы, ну вот Андрей Сергеевич, вы снимали дядю Ваню? Он говорит, это снимал другой человек. Это снимал другой человек. Сейчас у меня другой концепт. Сейчас у меня концепт, что дядя Ваня это Чарли Чаплин. Вдруг у него, значит, вот так он решил и взял на роль Пашу Деревянку. Спектакль был хорош, в смысле он и идет, он хорош, но железобетонная конструкция у режиссов. И в чем здорово, что ты начинаешь в этой конструкции, в этом лабиринте, ты начинаешь биться вот так вот. Но понимаешь, что ты из этой конструкции никуда не вылетаешь. Хуже, лучше, так, всяк, пятый, десятый, седьмой, восьмой. Но ты идешь вот в этом лабиринте и потом выходишь на выход. Тебя режиссура загоняет в этот... Но твои данные, они же сной работают. Ты вот такая какая-то есть, Яна. У тебя твои глаза, твои руки, твоя пластика, твой голос, твои движения. Все твое. Но если я тебя увидел, то я тебя загоню в этот коридор. И ты мне рано или поздно снова выдашь тот результат, почему я тебя взял. Потому что я тебя взял из-за твоих ног, рук, ног, головы, глаз, ушей и твоих возможностей психофизических. Все, ты у меня рано или поздно стрельнешь. Ну, у тебя на это меньше времени уйдет, у Артема больше времени. Но все равно я вас возьму, выведу на эту, и вы мне все равно дадите результат мой, который мне нужен. Понимаешь? Поэтому только, сколько у меня было, боже, боже, оставьте. Это все опыт, это все в вашу коллекцию, в вашу копилку. Все. Такая жизнь у нас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова